Встреча с Киберпреступлением Встреча с Киберпреступлением Встреча с Киберпреступлением Встреча с Киберпреступлением либо пуш-уведомления. Кроме того, имеются факты, когда злоумышленники склоняют потерпевших к установке на мобильное устройство специального программного обеспечения, которое позволяет удаленно получать доступ. То есть фактически устанавливая такой продукт на свой мобильный телефон, гражданин, то есть потерпевший, он фактически дает дубликат ключа от квартиры, который позволяет получать злоумышленникам полный доступ к мобильному устройству, заходить в интернет-банк, просматривать личную информацию, конфиденциальную информацию и, естественно, потом распоряжаться данной информацией в своих корыстных интересах. В качестве примера, чтобы не быть голословным, например, с Мрагонским РСК в феврале текущего года возбуждено уголовное дело по статье 212 части 3 Уголовного кодекса охищения путем модификации компьютерной информации в крупном размере. Ситуация банальна. Тот же звонок, звонок в одном из местных держав, в данном случае WhatsApp, номер также не белорусского диапазона, начинался на плюс 370. Представляются, опять же, то сотрудникам правоохранительных органов, то работникам банка, убеждают потерпевшую установить на свое мобильное устройство программу для удаленного доступа, ну, то есть, которая есть в открытом доступе, которую можно свободно скачать, ну, после чего, получив полный доступ к мобильному устройству, входят в интернет-банкинги, похищают с имеющегося кардсчета более 1000 рублей и затем, воспользовавшись, опять же, интернет-банкингом, оформляют кредит. Кредит на 9000 рублей и таким образом переводят этот кредит на подконтрольные счета. То есть, таким образом, похитили финансов, ну, на общую сумму более 10 тысяч рублей. В связи с этим, как всегда, актуальные меры соблюдения информационной безопасности или, проще говоря, правил цифровой гигиены. Ну, во-первых, если не ждете вы звонка и нету родственников за границей, это лучше не испытывать судьбу и лучше не принимать такие звонки, потому что мошенники, они довольно хорошие психологи, и чем дольше будет разговор с мошенником, тем больше у них шансов получить ту информацию, которую они хотят получить потерпевшего. Не следует также брать, если номер это не белорусского диапазона. То есть, ни банки, ни банковские ассоциации, ни правоохранительные органы, они не будут осуществлять звонки с мобильных телефонов, используя различные мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp, Telegram и так далее. Они не будут звонить с номеров не белорусского диапазона. Кроме того, ни банковские учреждения, ни правоохранительные органы, они не будут запрашивать поступающие на телефон ни SMS, ни пуш-уведомления, потому что банку они фактически не нужны. И также они будут интересоваться данными банковских карт, реквизитами доступа, то есть логин и пароль в интернет-банкинг, потому что, ну, эта информация не так обладает. То есть, если поступил такой звонок, тем более в мессенджеры, тем более не из белорусского диапазона, неважно, кем им представляется собеседник на другом конце провода, если он просит какую-то личную конфиденциальную информацию, то есть в таком случае просто следует прервать разговор. Для безопасности можно, конечно, позвонить в банк, убедиться, что ваши финансы сохранены и в порядке. Для этого можно воспользоваться телефоном, который указан как на банковской платежной карте, либо записать в записную книжку телефон непосредственно вашего банка. Кроме того, распространены факты, кроме вишинга и фишинга. Ну, наиболее типичные примеры – это когда на торговых интернет-площадках в сети интернет при купле-продаже товаров злоумышленники пытаются перевести человека на подконтрольный им сайт. То есть фактически под каким-то предлогом пересылают ссылку, перейдя по которой он попадает на сайт. Но сайт, конечно, будет не подлинный, то есть сайт не банка, сайт не доставки, не сервиса, не почты евро, например, и так далее и тому подобное. Это будет сайт, который внешне будет точь-точь подлинный. Однако будет он находиться не в Беларуси, а где-нибудь в другой стране мира, например, в каком-нибудь Тайване. И доступ к нему, то есть владеть им будет злоумышленник. То есть, естественно, вводя на таких ресурсах свои реквизиты, человек полностью он дает, предоставляет доступ этим злоумышленникам к своим финансовым, к своим средствам. Регистрируются еще факты перехода по ссылкам через поисковики. То есть была актуальная в текущем квартале схема, это не только в Орденской области, но и по всей республике. То есть банальная ситуация, человек хочет оплатить, например, коммунальные услуги в поисковике, там Яндекс, Гугл, неважно, забивает интернет-банкинг и название банка, и переходит по первой ссылке. Довольно часто эти ссылки являются также фишингами. То есть фактически человек, перейдя по такой ссылке, он попадает не на сайт, на страницу интернет-банкинга подлинного банка, а попадает на страничку, опять же, которая находится за пределами Республики Беларусь, и которая контролирует злоумышленники. Ну, понятно, дальше действия при вводе реквизитов, при вводе логина-пароля доступа в интернет-банк, при вводе реквизитов банковских карт, естественно, потом деньги с кроссчета похищаются. Для этого не следует переходить по таким ссылкам. То есть, ну, проще всего ввести название банка вручную, сохранить либо в закладке, тоже как вариант. И при переходе по ссылкам, ну, очень надо быть внимательным, смотреть именно на название сайта. Потому что, скажем, если название банка присутствует полностью, название банка, а после точки домена идет не белорусский, например, там, D, то есть не BAY, а D, ну, это говорит о том, что сайт лежит, находится в другой доменной зоне, и фактически им управляют злоумышленники. Ну, лучше всего сохранить, выводить руками название сайта непосредственно в строке, либо сохранить, один раз ввести, сохранить в закладке. То есть, тоже очень надо быть внимательным при таких, при использовании интернет-банкинга. Продолжение следует...